Александр, Александр. В общем-то, если мы касаемся уже истории Александра, и раз уж мы зашли за Малую Азию, то давайте так подытожим такой момент, который касается его божествления. То есть он обожествил себя и по египетскому образцу после того, как захватил Египет, ну чтобы казаться своим во всех землях, он безусловно приписал себе божественные качества. И вообще это такой путь Александра к самому натуральному, как бы сказать, возвеличиванию себя, своей личности. Об этом мы говорили, об этом мы говорили немало, так что как-то сильно обращать внимание. Это привело впоследствии к конфликту, безусловно, со своими подданными, так как после провозглашения себя царем всей Персидской империи, он, конечно же, требовал поклонений и всех таких вещей. Ну, как бы македонцев это не касалось, но тем не менее, все дальше и дальше у него тщеславие и гордость играли, и это привело к многочисленным конфликтам и заговорам, в частности, против Александра. Однако у нас есть один момент, который касается битвы при Гавгамеллах, который еще нужно обсудить. Но сейчас давайте столкнемся с фарварами, посмотрим, что мы сможем сделать на поле боя с фарварами. Мне кажется, тактика та же самая, бьем ворота, бьем стену возле, стараемся нашими пилтастами, подводим гоплитов, в общем-то, кавалерию, стреляющую кавалерию, видите, у нас ее много, подводим ее к стенам, стараемся обстрелять противника, и, в общем-то, расстановку такую делаем для того, чтобы окружить со всех сторон, ну и уничтожить в результате. То есть, такая тактика. Ну и по пути говорим о битве при Гавгамеллах. Это такой важный момент. Так что так, да. Про историков мы говорили, вы помните о всех таких вещах, о потерях, все эти нюансы тоже нужно учитывать, когда мы говорим о битве при Гавгамеллах, о ее участниках, о в остальных вещах. Что касается, снова же, где произошла эта битва, то есть, это уже Александр перешел в Среднюю Азию, там непосредственно настиг... Настиг Дарья Третьего, Дарий Третий собрал войска, мы закончили на том, в прошлый раз, что он как раз собирал большое количество своих войск, удалось ему это сделать. Кстати, разные историки говорят о разной численности. Некоторые говорят 100 тысяч конных, 400 тысяч пеших у Дарья, другие говорят чуть ли не до миллиона пеших, 40 тысяч конных. Так, в общем-то, цифры разнятся, весьма и весьма разнятся, но факт в том, что у Дарья однозначно было несколько сотен тысяч на его стороне. Если интересно посмотреть советскую энциклопедию, то там мы находим около 80 тысяч пехоты, ну и несколько десятков тысяч кавалерии. Почему такая разница колоссальная, откуда взяты эти источники? Нужно упомянуть еще такой момент, как некоторые историки и папирусы, которые вызывают сомнения относительно авторства, то есть мы не знаем реально их авторов. И отсюда исходит наша неопределенность, то есть вот какой-то неизвестный историк, он написал вот это все дело, и мы не знаем, был прав он или нет. Если вспоминать такую вещь, как казнь Калисфена, который вроде бы участвовал в заговоре против Александра, ну скорее всего это было надуманное со стороны Александра, просто Калисфен непосредственно был одним из тех, кто не боялся перечить Александру, его, так сказать, зазнай, зазнавай, ну зазнавайшестве, как бы это назвать. И поэтому, безусловно, вот таким неугодным образом был казнен. Ага, интересно, они выбрались, то есть они решили здесь с нашими мечниками потягаться, окей, хорошо, легкая пехота против мечников, посмотрим. Давайте их накроем плотным огнем, сразу же подводить силы сюда, так как они вышли, это и выгодно для нас. Мы можем уменьшить их количество непосредственно здесь, на поле боя. Что стоит, то есть вот эти вот неопределенные авторы, и вот, например, Калисфен, да, как неугодные Александру и другие историки, то есть придворных историков тут сложно считать искренне объективными, они могли преувеличивать. А вот, может быть, какие-то неизвестные источники, которые датируются приблизительно тем временем, может, в них как раз и содержится истина. К сожалению, мы сейчас, в данный момент, истину эту не сможем просчитать и узнать, как я уже касался такого элемента, как просчет, исходя из всех условий, компьютерный просчет битвы, компьютерный просчет всех этих вещей. Возможно, когда-то, а возможно, и сейчас это есть реально, применить такую вещь. Но мы этого касаться не будем, так как я даже не знаю, можно ли при таких данных, скудных, которые у нас есть, и противоречивых, определить исходный, как бы это сказать, момент для просчета. Ну, в общем-то, это такие уже отклонения. Хорошо, они выбежали. Отлично вообще. Нам как раз выгодно. Легкую пехоту мы раскатали здесь. То есть, они как будто по заказу вышли за стены. Кавалерия сразу же бросилась назад, хотя нет смысла. Атакуйте и уничтожьте. Что же касается Александра, то у него было около 7 тысяч конных и около 40 тысяч пехоты. Ну, скорее всего, персов было как минимум в два раза больше. Если еще не больше. В любом случае, как бы расклад был не в пользу Александра. И самый важный момент, на который надеялся Дарий, это были 200 колесниц с серпами. Также были 15 слонов индийских, то есть, из индийских провинций. От своих, так сказать, союзников, сатрапов, возможно, некоторых, они получили эти войска. Но они не участвовали в бою. Сразу же стоит упомянуть, слоны вообще не участвовали в бою. Их потом просто македонцы захватили. Так, интересная атака. А вот это вот варварские лучники тоже, кстати, похоже на тех тяжелых лучников персидских. У них топорики. Классно вообще юниты сделаны, я поражаюсь. Классно сделаны. Хорошо, пошла битва. Окей, мы натиск осуществляем. Нужно как-то эту всю толку рассеять. А стрелки действительно варварские, очень сильные. Посмотрите, как они давят нашу кавалерию. Ладно, отступаем. Толку нет. Будем, значит, работать чуть-чуть другим делом. Хотя у нас, в принципе, и фалангитов-то наблюдается определенная недостача и отсутствие. Но компенсируется тем, что гораздо больше, в общем-то, войск. Так что победа в любом случае за нами. Давайте еще одну брешь пробьем. Вдруг они нас встретят там. Они к нам выбегают сами. Молодцы, смелые варвары. Но это им не поможет отнюдь. Так, значит, к условиям битвы переходим. Это на этот раз получилась открытая местность. В принципе, площадка практически ровная для битвы. И тем самым Дарий мог воспользоваться всем своим преимуществом своих громадных войск. Как же стояли войска? Ну, Александр, стандартное построение. В центре фаланги. На правом фланге он со своими гитарами. На левом фланге Пармениан со своими союзной кавалерией, фессалийской кавалерией. Нужно упомянуть лишь, что эта кавалерия, по сути, была не намного хуже, чем те же самые гитареры. Просто, что, может быть, не считалась настолько привилегированной. Ну, и Александр еще были щитоносцы. То есть, поддержка пехоты. Конечно же, легкая пехота располагалась впереди всех этих линий. Для того, чтобы завязать бой. Дарий рассчитывал на колесницы. Поэтому они первыми пошли в бой. А так, построение, опять же, присутствовали кто в армии, в его войске. Это гоплиты греческие. На этот раз их было, пожалуй, не так много, но тем не менее, были. Потом, фактически, сатрапы со всех оставшихся территорий. Средней Азии. Парфяне были. То есть, были даже скифы, массагеты. Тяжелая кавалерия. 2000 тяжелой кавалерии. То есть, катафрактариев, если вам так угодно, полностью бронированных. Много-много, в общем-то, кавалерий действительно присутствовало в тот день. Ну и пехота. Пехота, разношерстная пехота. То есть, все какие угодно воины. Со всех его сатрапий, каких только можно было собрать. Но основную силу, угрозную, пожалуй, составляли массагеты и серпоносные колесницы. Как же воспользовались все этой ратио? Вот эта вот красота совсем по-другому идет. Правда, и, конечно, тоже не все так легко. Но все равно мы уменьшили врага намного. Лучники раздражают конкретно. Ничего, у нас есть уже доступ к другим лучникам. Так что в будущем будет легче с этим. Что получилось из битвы? А получилась такая действительно кровопролитная вещь. Вообще, эта битва считается одной из самых кровопролитных для Александра. Больше не по потерям которой, и по потерям в том числе. Потери были больше, чем в предыдущих битвах. Однако, тут, пожалуй, больше касается ранений. Ранений было очень много. Жесткая битва, действительно. По какой причине? Вот стоят фаланги, на них нападают колесницы. Этот момент очень красиво виден и хорошо виден в фильме Александр. Вообще, там битва изображена. Ну, если... Я не знаю, мне понравилось, по крайней мере, отлично все изображено. У многих какие-то нарекания на этот фильм, снова же я повторюсь. Но, не знаю. Мне кажется, лучше снять сложно было бы. Так, 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 так. Хорошо, здесь мы уже зарасходовали. Но теперь с... Этими смехи... С махеерами... Наверное, не стоит завязываться. Нет, я ошибаюсь, это не махееры. Махееры такие чуть-чуть... Сгорбленные мечи, а эти прямо аж закругленные. Я даже не знаю их названия. Такие серпоносные больше. Серпоносцы, действительно, серпы какие-то. Нет, друзья, мы вас не боимся. Сейчас, 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 погодите. Сейчас мы подойдем. Вот что действительно прекрасно в этом моде, это битвы. Битвы красивые, действительно. Отлично выглядят. И вообще классно все сделано. Вот это вот самый такой яркий момент. Действительно, жаль, что интеллект искусственно на карте ведет себя вообще пассивно. Никаких не проявляет маневров. Ничего не делает. То есть, просто... Просто ждет, когда его завоюют. Вот это вот самая-самая печальная вещь. А так битвы классные. Что еще предпринял Дарий? Он прекрасно знал, что Александр, как обычно, пойдет в атаку со своими гитарами. Поэтому были на определенном промежутке, на правом фланге, рассеяны шипы. Железные шипы. Да. То есть, такая умная, весьма умная вещь была предпринята. И из-за этого как раз получился тот маневр, который историкам трудно объяснить. Александр сместил правый фланг еще правее. И они не понимают вроде бы почему. Но шипы как бы объясняют, почему так произошло. И, скорее всего, из-за этого Александр промедлил по своей атаке. Однако вышла следующая вещь. Что колесницы, которые наступали на фаланги, на фалангитов, были испуганы. То есть, лошади в них были испуганы. Фалангиты подняли очень сильный шум. Испугавшиеся лошади просто-напросто начали даже поворачивать назад. Резать серпами свою же пехоту, легкую пехоту. И наносить ущерб своим. Не все, конечно же, не все удалось. Некоторые добрались до рядов пехоты. Некоторые в эти ряды вмешались. Некоторые лошади отрывались от колесниц. Тогда фалангиты пропускали их внутрь. Внутрь. Как мы жестко добиваем, конечно, этих ребят. Просто герои они, что гибнут в таком окружении. Ну и потом этих лошадей отлавливали. А также иногда колесницы переворачивались. И элементарно, вот как сбоку, если колесница перевернется, то она достанет буквально до роста человеческого, если не выше. Отрубали иногда головы. И историки даже такое описание дают, что по земле прыгали головы с открытыми глазами македонцев. Отрубленные. То есть такие жесткие вот условия. Тем не менее колесницы были перебиты фактически. Но для того, чтобы нейтрализовать Пармениона на втором, на левом фланге, были посланы массагеты. Это был сложный момент. У македонцев оставался еще на холме неподалеку обоз. И как раз массагеты ударили по Пармениону, начали его теснить, и фактически завязалась битва за обоз. Чуть поудаль от основных событий, которые происходили. Ох, и жесть, ох, и жесть. Сейчас мы подведем, сейчас мы уже фактически добьем этих варваров. У них не было ни единого шанса. Да, так вот. И Александр в это время состязается с остальными силами персов на правом фланге. То есть старается смещаться чуть правее. Персы тоже смещаются чуть правее. Фактически пытаются деблокировать Александра. Но благодаря вот этому правому смещению персов образуется брешь. В рядах туда гитайры немедленно вторгаются и начинают теснить буквально самих телохранителей Дария. Одним дротиком убивают его возничего. Персы, в принципе, воспринимают это как за убийство самого Дария. И начинается паника. Посередине, в центре персидского войска, начинается самая натуральная паника. Скифы в это же время, то есть массагеты, они сражаются, ничего этого из-за пыли не видят. Дарий бежит с поля боя, как обычно он любил поступать. И все. То есть вроде бы конец. Но на самом деле нет, потому что Пармени он на левом фланге очень сильно потеснен. И фактически у него возникают громаднейшие проблемы. Тем не менее, рано или поздно до... И до левого фланга доходят плохие новости, что Дарий бежал или убит. Большинство восприняли вообще, это как будто он убит был. Поэтому все бросаются на утек. Вот так вот. Но Александр в это время как раз бьет в тыл противникам массагетам и спасает тем самым Пармениона. В общем-то, битва выиграна, а босс захвачен. Эта битва была решающей для Дария, потому что далее он пытался что-то там в провинциях собирать, что-то делать, но ничего у него не получилось. Его убил свой же Сатрам, бес. И таким образом с Дарием третьим было покончено. Вот так вот. В общем-то. И битва при Гавдамелло была выиграна. Потери. Потери со стороны Александра составляли где-то до 2000. То есть, ну, опять же, разные истории, разные потери приводят. Ну, 1200 до 2000, где-то вот так. Персы потеряли около 30 тысяч. Ну, и 30-40 тысяч говорят о том, что захвачены были пленные. Где-то вот такие приблизительно цифры. Самое главное, что Средняя Азия после этой битвы полностью пала перед Александром. Были сопротивления, были отдельные проблемы, но, тем не менее, все закончилось тем, что персы признали его царем, так как Дарий оказался несостоятельным. Все, уничтожаем всю эту свалку. Причиняют нам они определенный ущерб, но я понял, что имея в наличии хороших щитоносцев и имея в наличии хорошую пехоту, мы, в принципе, довольно-таки успешно действуем. Ну, и плюс, конечно же, сумасшедшее подавляющее превосходство. Все. Заняли мы селение, одно из трудных селений. Короче, варвары, как обычно, не оказывают сопротивления. Итог. Итог всего этого дела тот, что Александр дальше уже столкнулся с партизанской больше войной при сатрапиях персидских. Каждый сатрап стал вести себя отдельно, защищать свою, как бы, вотчину. И эти вотчины, они вплоть до Скифи, в общем-то, были уже проблематичны. Горы, различная пересеченная местность, это вам не равнина, это вам не Средняя Азия, вернее, это вам как раз Средняя Азия, не Малая Азия. То есть, расстояние громадное, условия сложные, поэтому, несмотря на то, что Александр рано или поздно побеждал всех, то есть, победил Скифов, победил снова же все сатрапии, но походы уже становились бессмысленными, слишком трудными, затяжными и слишком проблематичными со всех сторон. Соответственно, это вызывало беспокойство. Но беспокойство вызывало почему? Ведь после битвы при Гаугамелах, после захвата территории Вавилона, отдыхали Война довольно-таки долго, то есть, по нескольку месяцов могли отдыхать, наслаждаться богатством, наложницами и всем остальным делом. Так, продвигаемся дальше, в общем-то, бьем, вы видите, что мы захватываем и захватываем. Подкрепления подходят, на этом направлении вообще я ничего не вижу, никаких проблем. Тем более, я так вижу на миникарте, что основная проблема состоит в том, что на этом с иллирийцами и фракией покончен. Это все их территории, там дальше скифов территория, а там вообще ничейная территория, к сожалению. Вот такой вот момент. То есть, с варварами можно сказать, что мы уже разобрались. Самое же главное, что нам предстоит решить, это, насколько дальше с этим модом разбираться. А проблема-то в чем? Проблема в том, что даже наш Пармени, он способен, с которым, кстати, Александр расплатился весьма печально, его убили в обвинении по заговору, как и многих других подчиненных. Ну, это когда уже Александр стал совсем захлебываться от своей божественности. Да, то есть, пора решать, что делать с этим модом. И поэтому, решая все эти вопросы, мы с вами снова же повторяем тот момент. Мод мне нравится лично, я выскажу свою точку зрения. Понятно, что мы должны об истории Александра еще рассказать дополнительно. Еще моменты с Индией, то есть, все эти вещи. Однако, Индию мы можем оставить на потом и в каком-то моде, может, даже посвященном индийским фракциям отдельно упомянуть все эти столкновения между государствами, потому что именно при этом столкновении после Александра. Александр фактически стал катализатором к тому, что образовалась империя Мауриев, одна из самых больших империй за всю историю человечества. Вот такой вот факт. Возможно, многие этого не знают, но, тем не менее, с Александром связано не только становление таких персидских, македонских отношений, то есть, с западной и азиатской цивилизацией, но и также и с индийцами многие связаны на истории. Так что, мы всегда успеем об Александре поговорить в этом отношении. Многое мы обсудили в диспуте насчет смерти Александра, как я уже говорил, подробно поговорили, так что, на моей стене там есть этот диспут, кому интересно можно почитать, подойти в ВКонтакте, соответственно, в социальной сети ВКонтакте. Ну, а самый главный вопрос стоит, продолжать или не продолжать этот мод? И выносим снова же на голосование. Будет два вопроса, то есть, один голосование продолжать, другой не продолжать. Я понимаю, что есть определенная проблема, когда мы ставим, допустим, хотя как? Нет, нет, этой проблемы нет. В прошлый раз, когда мы касались нашествия варваров, все вышло так, как нужно. То есть, вроде бы, сразу же начали голосовать за то, что заканчивать этот мод, и в принципе, это отражало мнение большинства в любом случае. Ну, и безусловно, я читаю все комментарии, то есть, потом суммирую те комментарии, которые были отдельно, которые не голосовали, может быть, за вопросы говорили продолжать, не продолжать. Так что, в любом случае, решение большинства было принято. То же самое и здесь делаем. Будет один комментарий, я оставлю продолжать, другой не продолжать, и мы голосуем. То есть, от Александра, об Александре мы большую часть, то, что касается его жизни, его событий, мы обсудили, как в диспуте, так и в этом моде. И, безусловно, снова же повторяюсь, в вещах, посвященных той же эпохе, в модах, посвященных той же эпохе, мы будем касаться еще этого момента. Что вместо Александра? Вместо Александра, если не продолжать, допустим, что мы будем проходить? Мы будем проходить другой мод. Скажем так, я оставлю это, немножечко этот вопрос своеобразным сюрпризом, может быть, тайной, такой небольшой. Но другой мод будет вместо Александра, то есть, никуда оно не денется. Однако, голосуем. В любом случае, голосуем, потому что, потому что нужно выбирать. Нужно выбирать этот момент и определиться уже, наконец-то. Причина, снова же, подчеркиваю, в том, что противник не сопротивляется вообще. То есть, я не вижу никакого вызова. Я планомерно захватываю города и просто лишь преодолеваю сопротивление юнитов. По Персии, ну, вы видите, мы захватим и Сидон, ну, и дальше и Тир, и Низбис, ну, все, захватим. Дамас захватим. Здесь сопротивления вообще нет. На море, снова же, сделаем империю, преодолеем. Опять же, подчинение классное в городах. Опять же, экономика, все хорошо у нас и проблем не вызывает никаких. Ну, вот в этом и основные нарекания на этот мод. Однако, жаль, что с юнитами так получилось. Но в других модах разнообразие юнитов, скажем так, не меньше. То есть, мы найдем тех же самых юнитов, мы найдем, ну, может быть, не тех же самых, но множество из этих юнитов найдем и в других модах. Так что, жалеть как бы об этом не стоит. Поэтому, голосуем. Голосуем, принимаем решение. Ну, смысл затягивает то, что, в принципе, так, как бы без вызова проходит, без сюрпризов, без каких-то неожиданностей. И в любом другом моде, более хардкорном, мы сможем дойти до Индии, куда угодно, и встретиться со слонами. Увидеть все, что только угодно из армии античности. Так что, такой вот итог, по сути. Голосуем, в общем-то.